Несколько часов назад парламент Ки проодобрил первую часть законопроектов, входящих в план Б. Новый пакет мер по спасению острова от дефолта и краха банковской системы. Депутат проекта зарабления банков путем выделения так называемых токсичных плохих активов в отдельный плохой банк, который потом будет ликвидировано. Пока будут разбираться с банковским добром и злом, может быть установлено движение денежных средств. Парламент разрешил вводить ограничения на переводы, чтобы избежать бегства капиталов. Как уточняется, в исключительных случаях. Но именно такой, вероятно, наступит уже в будущий вторник, когда на острове откроются банки. А вот сегодня депутаты проголосуют по оставшейся и главной части плана Б. От налога на депозиты не откажутся. Только если раньше по заблокированному плану А планировалось стричь все вклады без исключения, то теперь речь идет только о крупных, свыше 100 тысяч евро. Однако списать с них могут и более 20%. При таком раскладе большие потери рискуют понести и российские частные лица и компании, хранящие в банках офшорного острова около 20 миллиардов долларов. После провала плана А глава кипрского Минфина срочно вылетел в Россию просить помощи у Москвы, но накануне вернулся ни с чем. И ни к оси ничего не осталось, как снова попытаться выполнить требования Еврогруппы. А именно своими силами найти 6 миллиардов долларов, чтобы получить еще 10 миллиардов спасительного кредита. Кризис на Кипре накануне обсудили по телефону Владимир Путин и британский премьер Дэвид Кэмерон, как сообщили в пресс-службе Киргля, выразив обоюдную надежду на выработку эффективного и профессионально выверенного плана решения проблем.